Впервые в Иванове состоялся региональный этап конкурса «Студент года». Наша область занимает пятое место в стране по числу молодежи, но только в этом году ивановские студенты решили себя проявить на всероссийском уровне. Организатором конкурса стало региональное отделение Ассоциации студенческих объединений. Инициативу проявила молодежь, а взрослые ее поддержали. Очень хорошо, что студенты всех вузов поддержали инициативу Ивановского государственного университета, мне это как ректору особо приятно говорить, провести региональный конкурс «Студент года». Я просто хочу пожелать, чтобы он прошел интересно, потому что и полезно, и разносторонне. Каждый претендент на почетное звание представил жюри двухминутный видеоролик на тему «Я студент года» и портфолио, отражающее личные дотяжения каждого конкурсанта. Жюри проводил экспертизу документов и определил победителей в семи категориях. Самой многочисленной оказалась номинацией «Студент ученый года». Главного приза была удостоена студентка ИГУ Дарья Морозова. Всел гордость своих вузов, и вы должны прекрасно сознавать, что сегодняшние ваши награды отмечают не столько ваши нынешние заслуги, сколько надежды на ваше прекрасное будущее. Его вам я и желаю. Также определили в этот вечер студента-добровольца. Этот титул достался Никите Кузнецову, который не только сам с удовольствием волонтеровал на многочисленных спортивных мероприятиях, в том числе на Олимпийских играх в Сочи, но и организовал в Иванове школу волонтеров. В 2012 году моя мама настояла на том, чтобы я записался волонтером на Олимпийские игры. Потом меня пригласили на обучение. Я прошел тесты, тренинги и все прочее. И в итоге еще и пригласили на чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году. Там мне это понравилось. И когда я окончательно уже вернулся из Сочи, я решил, что надо остальным подать пример. Я решил, что не мешало бы всем знать о том, что это здорово, что это интересно. Ивановские студенты доказали, они не только хорошо учатся, но и находят время для самореализации. Что такое талант? Ну, это, наверное, немного способностей и очень много, много, очень много труда. Поэтому я думаю, что эту номинацию можно назвать еще студент-трудяга. А кто же у нас стал этим студентом? Не студент, студентка. Исаева Виктория Анатольевна. Претендент на Минпобеду в номинации Гран-при студент-годы стали Василий Политаев, Анна Яценко и Максим Казарцев. У этих ребят средний балл успеваемости не ниже, чем 4,5. При этом они активно участвуют в общественной жизни не только в УЗА, но и всего города. На мой взгляд, залогом моей победы является наличие большого количества проектов, которые мной были уже реализованы. Начиная с моей деятельности в пиар-совете нашего университета, который я занимался этим со второго курса, продолжая потом уже в студенческом самоуправлении. Надо просто делать понемногу, небольшие проекты, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и так накапливается приличное портфолио, которое потом можно уже представить и на городском конкурсе, и дальше. Обладатели звания «Студент года» получат шанс представить нашу область на всероссийском этапе конкурса, если успешно пройдут дополнительные отборочные туры. Лучшего студента России определят в ноябре в Казани.